Пасхи 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 Человек, я за себя буду говорить, конечно, в первую очередь. Церковь сама является Пасхой, как мне кажется, в первую очередь. И пребывая в церкви, пребывая в Пасхе, нет предела глубины какой-то, да, видения. Потому что, если мы говорим о каких-то первых годах моей Пасхи, это было так все неосознанно, и я даже и не помню, как это было, если честно. А та радость, которую ты получаешь уже, понимая, что это, да, и участвуя в таинствах, причащаясь в первую очередь. Потому что сложилась интересная практика в современной церкви православной, что мы за каждым пасхальным богослужением читаем послание Иоанна Златоуста, которая вот лично меня наполняет радостью, вот тоже безграничной. И Иоанна Златоуста говорит, причащаются все, кто трудился, кто не трудился, кто там молился, кто не молился, кто постился, кто пришел в первый час, кто пришел вот только что, все приступайте. А на практике-то нет. А вот каждый раз я жду, вот когда же эти слова исполнятся в наших приходах, когда же... А на вашем приходе исполняются? Ну вот посмотрим. Первая будет Пасха, как я настоятель и мученик Тарифы. А, все понятно. То есть до этого вы были криками? Я буду готовить, буду прикладывать усилия, чтобы эти слова исполнились. Это замечательно, потому что действительно мы слышим слова, в Пасху они повторяются, наверное, чаще остальных, вот именно в пасхальном богослужении, да? Пир веры. Пир веры. Пир веры. И люди, кто не до конца знаком с богословием, или, по крайней мере, не совсем глубоко понимают суть того, что происходит в церкви, и думают, что это как раз речь идет о яйцах, куличах, мясе. Да, попировать. То есть вот он пир веры. Оказывается, теперь можно все есть, можно забыть о растительной пище, можно вкушать мясную и так далее. Но на самом-то деле пир подразумевается другой. Конечно. То есть в первую очередь духовный пир. Пир евхаристический. Да. То есть... Поэтому вот очень часто мы видим практика такая, что в пасхальную ночь никого не причащают. Это для меня лично вообще неприемлемо. Неприемлемо или неправильно? Никак. Опять, не причащают бояться, что как-то кто-то неподготовленный. Но раз уж мы читаем слово Иоанна Златоуста, страхам нужно этот отбросить. Сделать так, как просит Иоанн Златоуст. То есть все настоящие... Если уж мы Христу как бы... Если оставим за скобками слова Христа, которые говорят, придите, ешьте. Пейте все, это кровь моя. То хотя бы уж в этот праздничный день, я думаю... Да и люди многие как бы жаждут этого. Какой-то элемент подготовки, который... Не каждый осознает вообще, как это делается, и необходимость этого для себя. Но необходимость причащения, я думаю, она более ощущается человеком. Даже далеким от церкви. И желание прийти ко Христу и быть с Ним, пусть даже через таинство причастия, пусть даже не совсем подготовленным, как это кажется, воцерковленным людям, оно является, мне кажется, божественным каким-то желанием. Потому что апостол Павел говорит, что Дух Святой говорит нам, как молиться и как действовать, и Он сам действует в нас. И вот я считаю, что в любом человеке действие Духа Святого есть. И вот это желание причаститься, желание быть со Христом, но не знание каких-то церковных канонов, оно не должно останавливать человека от того, чтобы реализовать эту возможность. Тем более, что Пасха-то, она длится не один день. Так даже по церковному календарю, вся эта неделя, светлая, седмица пасхальная, это Пасха. В этой связи можно вспомнить про Тре Александра Шмемана, который говорит нам о том, что Пасха — это восьмой день, день вечности, который наступит, когда Христос придет второй раз на землю, но для церкви он наступает каждый раз, когда мы участвуем в Евхаристии, когда мы участвуем, особенно в такой торжественной Евхаристии, как пасхальная Евхаристия. У нас даже есть две вот эти вот торжественные Евхаристии. Мы с вами в прошлый раз беседовали о Страстной Седмице, и вот Страстная Седмица, вот трагичная по своему содержанию, трагичная по своему воспоминанию, она вдруг как-то делится на две половины. Она разделяется вот этим вот четвергом, великим четвергом, воспоминанием устроения самого таинства, причастия. Тайные вечери. Да, тайные вечери. Воспоминания тайные вечери, когда все прихожане прихода стараются в этот день причаститься. И какая-то невероятная радость. Невероятная радость среди общего фона трагедии. Ну, это та радость, которую, я думаю, испытывали апостолы на этой тайной вечере. И тот же отец Александр Шмейман, он считает, что это и было, вот тоже одним из кульминационных моментов, явлением Царства Божия. Совсем недавно еще, в неделе предшествующей, Страстной даже Седмица, читалась Евангелие в церкви, в котором Христос говорит, я говорю вам, что есть здесь люди, которые не увидят смерти, пока Царствие Божие не придет в силе. И вот это тайные вечери, я тоже так считаю, это и есть Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть это вот прорыв божественного в этом падшем мире, новое измерение, вот новая жизнь, которую Христос как раз и принес. А все остальные события, вот самые страшные события, распятия, голгоф и смерти Христа, это уже реакция мира, падшего мира на тот свет, ту любовь, которую Христос явил на тайной вечере. Вот уже как ответная, защитная реакция. И даже не то, что великий четверг, радость, меня и Великая Суббота наполнила радостью, потому что это такой покой и такая тишина. И если уж говорить о богослужении Русской Православной Церкви, то богослужение Великой Субботы, оно второе по торжественности после Пасхи. То есть это уже пред Пасха, уже фактически как Пасха. А вот в этой связи вообще, в принципе, вот для вас, как для священника, который является тайно совершителем, Пасха вот все-таки, она когда ощущается? То есть вот она ощущается в Великий Четверг, она ощущается в Великую Субботу. А может вообще она еще раньше ощущается? Может быть она у вас не покидает? Как Сарафин Саровский. Да, как Сарафин Саровского. Ощущение Пасхи, оно вот в чем? Может быть это вообще в принципе бытовая какая-то вещь? Только надо уточнить, что я не являюсь тайно совершителем. Ну да, ну да, да. Ну тот, кто участвует в совершении Таинства. То есть служащий, литургисующий священник. Евхаристия, если мы говорим о литургии, о нашем благодарении, она безусловно является Пасхой. Но вот именно тот богослужебный контекст, которым мы наполняем события и Страстной Седмицы, и Пасхальный, он, конечно, придает особое отношение к этим. И если мы вернемся к мнению Партерия Александра Шмемна, он говорит, что вот этот восьмой день, который наступает на Пасху, этот восьмой день как символ вечности, как символ Царствия Божия, он как раз в нашей богослужебной практике и длится всю Светлую Седмицу. То есть мы празднуем Пасху не потому, что там у нас понедельник свет, это все Пасха, это все воскресенье. Вся эта неделя светлая является воскресным днем. И крестный ход совершается каждый день. Оно идентичное пасхальное богослужение. Ну хорошо, уж коль мы тогда об этом заговорили, как отвечаете на недоуменный вопрос, как причащаться в Светлую Седмицу? Стоит ли поститься? Как исповедоваться? Стоит ли вообще исповедоваться? Так как у меня была достаточно такая, можно сказать, длительная практика до священства, я аутарничал и просто ходил в храм, как прихожанин, то я по-разному пробовал. И были священники, которые говорили, что надо поститься, и я добросовестно постился на Пасху, чтобы на светлой неделе причаститься. Но вот испытав все способы, я пришел к глубокому убеждению, что поститься на Пасху нельзя. Да, конечно. Все-таки это праздник. И исповедь тоже, как наше покаянное какое-то стремление, наше... Вот мы с вами говорили в прошлой передаче, что движение Великого Поста — это наше движение забыть себя, вот быть со Христом. Потому что мы видим, что апостолы это не исполнили. Христос восходит в Иерусалим, а они делят места. Кто сядет первый в Царство Небесное? Они тоже не были до конца со Христом, поэтому они и разбежались. И Христос указывает заранее апостолу Петру, говорит, ты первый предашь, ну, ты отвергнешься. Поэтому вот забыть себя для чего? Как мне кажется, чтобы в пасхальной радости тоже не вспоминать о себе. Очень часто проблема современного христианина и воцерковленного человека заостренность на своих проблемах. Как вот Священное Писание обходит стороной этот термин «проблема». Ни разу в Евангелии не встречается проблема. Вот такой термин, это вот сугубо индивидуалистичный такой вот современный человек, он в проблемах в основном. А Пасха, как нацеленность на Христа и лицезрение Христа, радость со Христом. Вот я думаю, когда нас кто-то приглашает на свадьбу, или близкий друг, или брат, ну, вот какой-то родной человек, мы не думаем в этот момент о своих грехах. Мы просто радуемся с человеком и разделяем с ним его радость. Это очень интересная аналогия, батюшка, брачный пир. Мы, на брачный пир обычно нас приглашают с супругами и женами, да, то есть там сидит жених и невеста, а мы приходим уже как, если мы в супружство, мы приходим с женами, с супругами. Так вот, на брачном пире мы не помним о своей жене, ну, то есть в том смысле, что мы не культивируем сейчас свои отношения, для нас отношения... Там невыясняемые отношения, вот... Да, 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 да. То есть что кому как... То есть сейчас, вот даже я ее люблю, она любит меня, но это сейчас не важно, важно тот, кто сидит... Центр там. Да, вот это действительно так. И если, вот это должно, мне кажется, помочь верующим людям, которые стремятся к причастию, ну, вот сталкиваются с проблемой, а как же вот исповедь и подготовка какая-то все равно, и пост телесный. И в этой связи, я думаю, надо забыть о себе. Это очень похоже на неделю после вот мытаря и фарисея, когда... Подготовительная неделя к посту, когда разрешается пост в среду и пятницу. То есть его нету. Чтобы наш пост не был постом фарисеев и книжников. И в этой ситуации у людей просто шок и трепет, они недоумевают. А как же не поститься-то в среду и пятницу? Потому что вот дух фарисейства, к сожалению, силен в церкви. Не зря Христос так часто нам на него указывает. Очень много мест в Евангелии, когда Христос говорит, берегитесь закваски фарисейской, потому что это очень опасно. И в современной церковной жизни эта закваска присутствует, конечно. А она-то и мешает. А вот, батюшка, еще такое, я прошу прощения, что перебиваю, потому что не так много времени осталось. Заканчивается вот этот восьмой день. Все-таки мне эту идею хочется закончить, довершить, как-то до логического конца ее довести. Заканчивается он антипасхой. Вот само слово антипасха многих смущает. То есть мы привыкли, что антихрист, анти... Вот что-то с добавлением анти... Негативное. Это, да, что-то нечто негативное. Вот антипасха. Восьмой день заканчивается антипасхой. Восьмой день заканчивается воспоминанием Фомы. Вот. То есть воспоминанием об апостоле Фоме, который не уверовал ученикам, которые видели Христа, а был отсутствующим в горнице. И вот пока не увижу Христа, не вложу персты свои в язву гвоздины, не им уверен, говорит нам евангельский текст. Вот почему восьмой день заканчивается антипасхой? И почему именно о Фоме мы вспоминаем? И что такое анти? И что такое анти, да. На самом деле вот эта приставка анти, греческая, она имеет два смысла. Против и вместо. Вот основной негативный контекст. Вот антихрист, еще какие-то антипротивники. Это против. А антипасха имеет значение вместо. Вот как бы еще добавить Пасхи. Нам мало Пасхи, нам хочется ее продлить. И в этой связи, как мы уже упомянули святого Серафима Саровского, святой человек, он ближе к этой радости, он даже с ней не расстается никогда. На самом деле, Христос эту победу совершил, и мы можем пребывать в Пасхе постоянно. Но нам мешают наши страсти, наши душевные какие-то вот изъяны. Но мы можем к этому стремиться, чтобы... И воспоминание апостола Фомы, оно тоже очень такое яркое и живое. Если бы Евангелие сочиняли, не было бы вот этого воспоминания, все бы уверовали сразу. А вот он не увидел, и, видимо, настолько любил, как вот говорят тебе, ты выиграл миллион. А ты не веришь, пока вот не придешь в контору, и тебе точно скажут, что ты именно победитель. Настолько просто, видимо, тяжело было разочароваться, а вдруг на самом деле нет. Что он произносит вот эти страшные слова, что я пока не вложу своих рук в его раны, я не буду верить. Но вот этот человек тоже дело. Не слов, а дело. Мало ли, что кому там привиделось. А я-то хочу тоже быть убежденным, что это так и есть. И Евангелие, кстати, нам не говорит, вкладывал ли он или нет. Как только Христа он увидел, и Христос говорит, «Вот, посмотри, вложи, если хочешь». Господь мой и Бог мой. Да, то апостол Фома произносит «Господь мой, Бог мой». Но надо сказать, что вот преодолевается... Еще вот идея, которая мне очень нравится, когда я читаю за литургией Евангелия о Фоме, идея, как преодолевается вообще в принципе всяческое разделение, что для Христа важен всяческий человек. человек, он не разделяет учеников на тех, кто вот увидел его и сразу уверовал, и того, кто не увидел, попросил удостовериться, он ему является. Но и Фоме он в том числе говорит интересные слова. То есть он его не осуждает, он его не проклинает, он его не журит, не порицает, но говорит слова, которые для нас очень важны. «Ты уверовал, потому что видел». Блаженные веровавшие, которые не видели, которые не увидев, уверены. Для нас очень радостные слова. Для нас очень радостные слова, да. Потому что мы тоже можем переживать качественно иную, а может быть, такую же радость, какую испытывали апостолы, от того, что хоть мы и не видели, зато мы почувствовали сердце. Почувствовали сердце. А вот само слово «Пасха», вот, коли уж мы анти-перевели слово «Пасху», давайте уж тоже переведем для тех, кто нас, может быть, смотрит не совсем о церковленной. Ну, вы, может, меня поправите, но, насколько я понимаю, «Пасха» — это исход, переход, освобождение. И в этой связи тоже очень много у мало знающих людей возникает вопросов, потому что вроде это иудейский праздник, а как он к нам относится, тоже вот так. Получается, что Христос наполняет тот ветхозаветный праздник исхода, освобождения евреев из рабства, бегства их из Египта, от фараона, и спасение от фараона, наполняет вот, то есть, смыслом освобождения от греха, от смерти. Ну, еще и Пасха-Песах, проходящий мимо, то есть, если мы изначально вспомним, да, основание иудейской Пасхи, то есть, как раз, когда был совершен исход из Египта, последняя казнь, гибель первенцев, да, когда... В этой связи вот фильм был недавно очень интересный. Какой? «Исход царей и боги». Да, хороший фильм. Да, мне понравился. Там как раз описывается событие исхода, призвания Моисея, и очень для верующего человека, я думаю, полезно посмотреть, потому что мы воспринимаем эти события через призму библейского текста, а он не всегда нам дает простор вот для понимания. Вот сказано, что воспитывался Моисей при фараоне. А там в этом фильме как раз показано, что раз он там воспитывался, значит, эти люди были ему родные. Там прямо показано, вот как он с фараоном там бесит, как он приемный сын фараона. И на этом фоне как раз конфликт с тем фараоном, который потом стал фараоном, который стал гнать евреев. Очень, мне кажется, для верующего человека полезно посмотреть с другого ракурса на все эти события. А события Пасхи нашей, христианской, как раз заключаются проходящие мимо. Кто прошел мимо тогда-то в ту казнь? Смерть прошла мимо. Вот. Для христианина смерть проходит, она исчезает, она разрушается. Но при этом она остается. Вот как урезонить эти две вещи? Да, и меня тоже с детства этот вопрос мучило, потому что говорит, вот Христос воскрес, разрушил смерть. Почему люди умирают? И если мы посмотрим, попробуем определить терминологически, что такое жизнь? Это Бог. Значит, смерть — это не Бог. Это когда я от Бога оторван, вдали, иначе это смерть. И вот Христос разрушает эту смерть. Как говорит апокалипсис, есть вторая смерть, которая страшнее первой. Потому что биологическое разрушение мы с вами никто не избежим. Мы являемся частью этого мира материального, и смерть здесь властвует биологическое, мы от нее не уйдем. Но Христос разрушил своей смертью, разрушил именно это разделение от Бога. Самую страшную смерть, духовную смерть. Поэтому, когда духовная смерть побеждена, биологическая не является чем-то вот уже таким барьером каким-то страшным для человека. И верующий человек понимает, что, как говорит апостол Павел, мне кажется, это чувство очень хорошо. Он говорит, если мы живем, то для Бога живем, если умираем, то для Бога умираем. Поэтому или живем, или умираем, все равно мы Божьи. Вот это вот ощущение, что ты неизбежна с Богом благодаря Христу, это и есть вечности. Спасибо, Господи, Бабюшка. На такой вот мажорной радостной ноте мы и заканчиваем сегодня нашу передачу. Надеюсь, дорогие братья и сестры, мы сумели создать главным образом настроение Пасхи вот нашим диалогом. Понятное дело, что за 20 минут всего богословия Пасхи, пасхального события, невозможно изложить. Но вот настроение, оно именно такое. Вот от чего ликует христианское сердце. Вот от чего мы с радостью друг друга приветствуем Христос Воскресе и отвечаем воистину Воскресе Христос. Дай Бог, чтобы нам эту радость сохранить не только на 7 дней Светлой Седмицы, не только на 40 дней до Вознесения, не только на 50 дней до Троица, но на всю нашу жизнь. Дай Бог, чтобы этой радостью мы укреплялись и утешались. Христос Воскресе, воистину Воскресе Христос. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин